Недолго продолжалась карьера Шепелева на новом месте. Из-за низких рейтингов продюсера закрыли его детское шоу «Ты как я». Ведущий пробовался в другой подобный проект, но и там потерпел фиаско. Дмитрий Шепелев старательно демонстрирует в социальных сетях, что в его жизни все складывается наилучшим образом, однако на деле ведущий терпит одно профессиональное поражение за другим. Как стало известно, детское шоу «Ты как я», которым так гордился шоумен, больше не выйдет в эфир. Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон, рассказали источники на канале ТНТ. Дмитрий пробовался в другой проект, тоже посвященный звездным родителям и их дочкам-сыночкам, «Мама лайф». Его кандидатуру даже всерьез рассматривали, но в итоге утвердили КВНщика и актера Ивана Пышненко. На передачу «Ты как я». Ведущий возлагал большие надежды, а также признавался, что еще никогда так комфортно не чувствовал себя в кадре. Кроме того, о такой работе, в отличие от желтых ток-шоу, Шепелеву не стыдно было рассказать своему сыну Платону. В гостях у Дмитрия успели побывать многие звезды, правда выпуски с некоторыми из них, например, с Ксенией Бородиной, так и не увидят свет. Было и много критики, как от подписчиков, которые требовали убрать его из эфира, так и от коллег. «Это чудовищно. Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу. И думаю, зрителям оно тоже неинтересно», – высказывала свое мнение Татьяна Лазарева. Ко всему прочему на горизонте у шоумена новые судебные разбирательства. Дело в том, что недавно он решил избавиться от доли сына Платона в легендарной квартире Жанны Фриске в центре столицы. Отец и мать покойной певицы, которые владеют остальными две третих жилплощади, разумеется, против такого шага. Все эти годы они поддерживают в апартаментах образцовую чистоту и ждут, когда их внук подрастет и сам решит, что делать с наследством знаменитой мамы. Субтитры сделал DimaTorzok